Здравствуйте, дорогие друзья, рукодельники и рукодельницы. Сегодня я подготовила вам новую коллекцию картин вышитых. Сегодня покажу вам несколько тех, которые уже как бы мы показывали, но в неоформленном виде. Но сейчас мы их оформили. Правда, ждать пришлось очень долго. Долго не привозили багет. Поэтому мы просим извинения у нашей заказчицы, которая приносила нам эти картины еще на позапрошлый фестиваль вышивальной. И вот только сейчас мы их смогли оформить, но не по своей вине. Так что покажу вам интересные работы. Начнем. Сначала хочу вам показать керамическая плиточка. Посмотрите, какая красивая. Вот так мы ее оформили. В голубых тонах. И здесь такой узор. И вот такая будет картина на кухню, наверное. Очень симпатичная. Так, сейчас еще покажу вам кое-что. А хочу вам показать. Начну с раскраски. Посмотрите. Вообще-то я небольшой фанат раскрасок сама. Но эта раскраска мне очень понравилась. Посмотрите, как хорошо и здорово она разукрашена. Да, по раскраскам я совет такой могу дать. Вот когда вы раскрашиваете вот такие пятнышки, вот, например, блики на крыше, то хорошо бы эти цвета немножко вот так вот смешать, чтобы не резкий был переход, а плавный. В каких-то местах этого делать не стоит. Вот как вот здесь горы, например, вот эти цвета не стоит смешивать, потому что те горы вдали, а эти ближе. А вот то, что блики на горах, вот эти вот, их можно немножко было растушевать для того, чтобы был плавный переход. Тогда будет еще лучше. Ну вот смотрите. И вот здесь, например, блики на воде. Тоже их можно было немножко растушевать. Но не все, конечно, можно растушевывать. Надо смотреть. Каждый момент надо отдельно смотреть. Но вот эта раскраска мне очень понравилась. Замечательный такой пейзаж. Город у моря. Прекрасный. Хочу показать вам рисунки карандашом. Чтобы, вот посмотрите, как здорово, профессионально написан город на берегу реки. Оформили мы его просто. Здесь тройное паспарту. Багет пластиковый. Со стеклом, конечно же. Здесь даже, может быть, это уголь. Углем написана картина. И вот еще одна картина тоже написана карандашом в 1957 году. Посмотрите, как профессионально прописана каждая деталь. Карандашный рисунок, но великолепный. Просто необыкновенно здорово сделан. И оформили мы его в тройное паспарту. Багет такой очень получилось здорово. Мне очень нравится. Написать такую картину, конечно, дорогого стоит. Потому что это профессиональный, прекрасный рисунок. Ну и начнем с нашей любимой вышивки. Посмотрите, какого котика замечательного вышили наши вышивальщицы. Вот такая прелестная работа. Такая киска. Это наша вышивальщица из Санкт-Петербурга. Вот такого замечательного котика вышила. Наша постоянная заказчица. Еще посмотрите, какое куриное семейство прелестное. Петух такой шикарный. Курочка, цыплятки. Такой теплый-теплый сюжет. Приятный. Великолепно смотрится. Это Риолис. Набор от Риолис. У них есть один петух. Потом курочка, по-моему, с цыплятками. А это вот целое семейство. А, не сказала, кто вышивала, да? Вышивала Елена из Санкт-Петербурга. И вот еще мои любимые коты. Вышила эту вышивку Наталья из Санкт-Петербурга. Вот такая чаровашка. Такой черный котик. Птичка на фоне. Оформили в яркий такой оранжевый багет под цвет. Солнце или луны. Луна это, наверное, луна, скорее всего. Потому что темный фон это ночь. И коты на крыше. Великолепный сюжет. Люблю котов. И вот еще один. Тоже кот. Вышивала его Марина из Санкт-Петербурга. Такой подарок несет. Поздравление. Это, скорее всего, вышивка-открытка. Вот подарить на какой-то праздник, на юбилей, на день рождения. Прекрасный подарок будет. И вот наша замечательная тоже вышивальщица Оксана. Из Санкт-Петербурга она... Мы ей оформляли бегущих от грозы. А сейчас мы ей оформили в такой же точно багет вот на качелях. У нее дома будет как в музее. Без паспарту. Просто багет, стекло, натяжка. Такая красота. Вот хочу показать вам еще прогулка. По-моему, прогулка называется. Это Dimensions. Оформлена в багет со встроенным паспарту. Стекло, натяжка. Багет такого цвета табака. Мне очень нравится этот багет. Он такой и неяркий, и очень к зеленым тонам очень подходит. И в то же время он не забивает картину. Он неяркий такой. Вот любимый мой цвет. Так. И еще. Сейчас я вам покажу. И вот, наконец, вышивки две. Марины из Санкт-Петербурга. Она приходила к нам на вышивальный фестиваль. И очень давно заказала это оформление. Мы очень долго ждали, больше месяца этот багет. Но он, видимо, только-только поступил в Москву. И вот из Москвы уже пришел к нам. Долго мы его ждали. Но вот, наконец-то, оформили. Вот эта работа. Все ждали эту работу. И вот автомобиль. Здесь такие курочки приклеены. Замечательные. Оформлены без стекла. Двойной багет. Здесь идет пластиковый серебряный багет. И потом идет зеленый багет. Долго мы подбирали, не могли никак подобрать. Потом как-то решение так само собой получилось. Когда мы подобрали вот к этим серебряным деталям. Серебряный багет. И сверху вот этот зелененький. Получилось очень здорово. Еще хочу поблагодарить Ольгу Владимировну из Москвы. Посылочку мы получили. Все раздадим. Спасибо вам большое. Раздадим ваши подарки нашим женщинам. Которые не могут себе позволить купить. Это очень хорошие наборчики. Спасибо большое. Вот сегодня приходила Ирина из Санкт-Петербурга. Наша постоянная заказчица. Вышел вот такой замечательный сюжет. Прелестный совершенно пейзаж. Город на берегу реки. И вот сейчас мы с вами поподбираем разные варианты к этому сюжету. Но самое первое, что я хотела бы подобрать сюда, это, конечно, багет со встроенным паспарту. Это вот как раз тот багет, который был на прогулке. Вот он очень хорошо сюда тоже ляжет. Очень хорошо будет. Вот сюда очень хорошо подойдет вот этот багет. Такой светлый. Еще можно сюда также темно-зеленый багет с золотым кантиком. Он будет тоже хорошо поддерживать этот рисунок. Сюда можно точно такой же багет, только терракотового цвета. Поддержать вот эти акценты крыши, например, домов. Тоже будет хорошо, но это зависит от того, какой у вас интерьер дома. Можно вот такой багет. Кому что нравится, кому что в душе. Еще можно сделать таким образом, например, положить картонное паспарту и сделать багетик. Ну, например, вот этот даже положить багет. Выделить картину, чтобы она была более светлая. И еще, и еще один вариант подбора. Это можно сделать, например, поставить слип золотой. Положить вот так. И сделать вот такую рамочку. Вот. Тоже можно. Имеет место такой вариант. Сюда можно поставить еще и бархатное паспарту, если захотеть вообще по полной программе оформить. Сейчас найду бархатное паспарту. Например, со слипом бархатное паспарту поставить. И вот такой, например, багет. Но все зависит от интерьера. И также можно сделать без слипа. Сделать тоненький светлый кантик. И, например, вот такой багет. Ну, вот. Вот очень много вариантов. Можно еще подбирать и подбирать. Сюда здесь масса вариантов. Можно что-то в голубом цвете сделать. Например, кто любит голубенькое, можно сюда под цвет воды сделать. Все зависит от вашей фантазии. И еще от вашего интерьера. Что вам нравится, что к душе, что больше подходит в ваш интерьер. Здесь масса вариантов. Но, когда мы оформим, постараемся вам показать уже в готовом виде то, что выбрала хозяйка этой вышивки. Марина из Белгорода прислала нам свою вышивку на оформление. Сейчас мы покажем ей подбор оформления. Она пускай потом выбирает то, что ей понравится. Вот такая замечательная вышивка. Детишки у камина. Первый раз нам такой принесли сюжет. Еще не было у нас такого. Очень аккуратненько вышито. Замечательный сюжет такой вот. Наверное, она к Новому году спешила, но не получилось. Но ничего. Я думаю, что сюда нужно сделать паспарту. Сейчас буду пробовать подбирать. Какой паспарту сюда лучше всего? Я думаю, что для канта пойдет вот это под очаг. А наверх, наверное, вот это. Оно очень хорошо сочетается вот с этим фоном. Так, ну и тогда багет. Нам нужно какой-то, какой-то может быть. Ну, мы для начала положим вот этот багет. Вот так можно оформить. Легкий такой, тоненький. Но так как у нас новогодний сюжет, здесь еще можно сделать и более богатое оформление. Например, багет сделать вот такой. Тогда нам надо кант взять потемнее. Если потемнее кант. Сейчас я посмотрю, что можно выбрать. Вот этот кантик хорошо. Он вот под очаг. Но у нас здесь еще и красные фрагменты есть. Сейчас мы посмотрим. Вот этот я положу. Когда он будет во втором ряду, он не будет таким бордовым. Нет, он все-таки не подходит. Он свекольный. Сейчас другой посмотрю. Вот этот поярче. Вот этот поярче. Это сюда. Он когда во втором ряду, он делается потемнее. И сюда и также можно еще сделать слип золотой. Просто золотой слип. Вот, например, вот этот. Ставим сюда золотой слип. И вот такой багет. Как бы продолжение. Вот этот идет слип. И продолжение надо слип поярче. Этот слип бледный очень. Вот он есть. Более яркий. Сейчас посмотрим. Или может быть это мне так кажется. Это он, наверное, рядом с вот этим багетом делается более бледный. Ну вот, можно так. Можно сделать таким образом. Так, нет, нет, наверное, вот этот не такой яркий. Вот этот ближе будет. Вот так. И вот так. Можно еще вот так сделать. Более яркий. Яркое паспарту. Ну, кто-то любит более пастельные тона. Кто-то любит более яркие тона. Здесь тоже все нужно смотреть, как это будет смотреться в интерьере. И сюда также можно сделать зеленый кант. Верх бежевый для того, чтобы сочеталось с фоном, как бы у нас. И сюда можно сделать зеленый багет. Вот, смотрите. Тоже будет очень хорошо. Единственное, что я буду подбирать более подходящий багет, чтобы сочетался с багетом. Паспарту сочеталось с багетом. Более яркий, зеленый, я бы подобрала сюда, конечно. Вот. Но это делается все в процессе работы. мы все это подбираем в процессе работы. Более яркий, зеленый. Сейчас я посмотрю, где-то у меня был. Недалеко, может быть. Нет, я уже куда-то его запрятала. Вот, наверное, этот. Более яркий. Такой вот сюда. потемней. Вот, может быть, вот так. Может быть, вот так можно сделать. Ну, такое более новогоднее новогоднее оформление. Ну, все это зависит от того, какой будет выбор нашей девушки, которая заказывает. Посмотрим, что она выберет. Может быть, она выберет и какой-то еще такой вариант, который я и не предлагала. Но, во всяком случае, вариантов масса. Все зависит от вашего настроения, от вашего вкуса и от того, как это будет смотреться в вашем интерьере. Людмила из Москвы прислала нам на оформление вот такую замечательную вышивку. Мама и сыночек или доченька. Вот, смотрите, какая прелесть. Здесь тоже масса вариантов. Хотя это монохром практически, здесь в одной тональности, только светлее-темнее, ниточки, но можно оформить очень оригинально. Здесь можно сделать кант вот такой бежевый, сверху. Нет, этот не подходит, надо более розовый. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот можно сделать таким образом. и сделать вот такой вот багет. Можно сделать наоборот. Выделить как бы кантиком работу. Вот так. И сделать вот этот вот багет. Получается очень даже здорово тоже. Можно и так, и так. И так, и так будет хорошо. Но это все зависит от того, где будет висеть и как это будет смотреться. Сейчас еще я. Сюда также можно сделать вот этот багет. Он тоже будет хорошо смотреться. все зависит от настроения и от того, что выберет хозяйка. Вот смотрите, можно сделать еще тройное паспарту. Сейчас я вам покажу к примеру. Ну, здесь я бы сделала так. Паспарту одного цвета. Низ и верх. А серединка вот темная. Вот смотрите. Вот, но я положила разного цвета, но я имела в виду, что все-таки верх будет такого же цвета, как и самый-самый низ. Я сейчас посмотрю поближе цветовую гамму этого паспарту. Может быть, поближе к нижнему найду по цвету. Ну, пусть будет вот этот, наверное, слишком желтый. Нет, ну вот, давайте поярче возьмем все-таки. Ну, можно вот так сделать этот вниз. Но суть в том, что нижний и верхний, нижний и верхний паспарту будет одного цвета. Вот так. Вот. И багет, например, можно сделать вот такой. Только потемнее я бы взяла вот этот вот, наверное. Вот. Можно еще таким образом оформить. Вот. Будет тоже очень-очень красиво. Такой лаконичный багет. А можно сделать и вот этот. Тоже будет хорошо. Так что, вариантов масса. Можно всяко-всяко-всяко-всяко разно оформлять. Разные варианты придумывать. Еще у нас так много образцов, что тут можно ой, сколько угодно раз это все оформить. Екатерина из Санкт-Петербурга принесла нам две вот такие замечательные работы. Вот это называется «Слушай тишину», но не помню, кто производитель, не подскажу. А это вот «Магия канвы». Вот такая вот замечательная тоже работа. Кто любит вышивать бисером, пайетками, манистами. Вот тоже такая девушка красивая. Так что, девочки, приносите. Будем оформлять. Будем показывать ваши замечательные работы. Очень аккуратно вышито. Очень красиво. Такая необычная вот эта работа. Мне очень нравится тоже она. Но девушка похожа на русалку. Хотя она где-то в поле, в травке. Это вот лаванда, мне кажется, вот эта вот она. На водоросли тоже. На водоросли может тоже сойти, да. Но очень замечательно. Красивая. Приносите свои работы, мы будем только рады таким прекрасным вашим работам. Следующий фестиваль в феврале в Санкт-Петербурге будет проводиться 17 февраля. Это будет понедельник. Это для тех, кто работает в выходные дни, кто свободен в будни. Так что приходите, приносите ваши работы. Будем вас ждать. Улица Фрунзе, дом 15, метропарк Победы. Ждем вас. Вас будет ждать чай, печенье, конфетки с 12 часов. Еще хочу вам объявить, что у нас появился новый номер телефона, который будет в Вайбере и в Ватсапе. Мобильный телефон будет написан у нас в ролике. Всего вам доброго, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok